Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей, и я рад приветствовать вас на вводном технико-экономическом вебинаре. Сегодня мы проведем его традиционно с Сергеем Анатольевичем, то есть начиная я, потом уже в конце присоединиться, и уже взгляд, так скажем, более объемный и с высоты прожитых в проекте SkyWay лет, более 16 лет, расскажет Сергей Анатольевич Собиряков. А для начала, дорогие друзья, я по традиции хотел бы спросить, кто в какой раз присутствует, и в особенности, естественно, кто в первый раз присутствует на вводном технико-экономическом вебинаре, пожалуйста, поставьте циферку 0 в чате. То есть мы по-прежнему всем рекомендуем приглашать людей на вводный технико-экономический вебинар, хотя вот эта презентация, я неспроста ее включил перед вебинаром вводным, она рассказывает в полной мере о технологии SkyWay для человека, кто только погружается в проект. Еще раз я продублировал, и, соответственно, она позволяет получить некий объем информации, именно первичный, для оценки технологий, для оценки необходимости, возможности инвестирования в данный проект. И презентации постоянно совершенствуются, улучшаются. Насколько мне известно, также сейчас в переработке некоторые брошюры SkyWay, которые вы видели, и постоянно происходят обновления на сайте Анатолия Эдуарда Череницкого. Кто не в курсе, загляните, обязательно посмотрите, каким образом выглядит календарь, например. Замечательная разработка зао-струнной технологии, именно дизайнеров. Я могу сказать, что это просто супер и радует взгляд. Вот, пожалуйста, ссылочку. Я тоже чуть-чуть попозже сброшу. Вот ссылка. Пожалуйста, заходите и следите новостями не только на наших официальных ресурсах, но и на сайте Анатолия Эдуарда Череницкого. И, естественно, следите за новостями в головной компании RSV, потому что там также есть дайджест новостей. То есть, если кто-то пропускает вебинары, то не расстраивайтесь, вы будете в курсе новостей. SkyWay Capital также ведет дайджест новостей. То есть, у нас есть своя замечательная ведущая. И сейчас уже за 50-й выпуск, на самом деле, перевалило количество и нумерация новостей. Все там очень кратко, очень емко рассказывается. Но часто мне задают вопрос Алексея, особенно те люди, которые сейчас присоединяются в мою команду непосредственно, и спрашивают, а что вкратце вообще рассказывать о SkyWay? То есть, даже когда я сбрасываю, допустим, 3-4 видео и 4 брошюры, даже одной брошюры достаточно, говорят, что это слишком много, это не будет никто читать. Что бы в первую очередь ты дал как инструмент, и чтобы человек поверил в технологию? Я говорю, с 28 ноября, дорогие друзья, я давал бы в первую очередь именно демонстрацию в движении Unibike. То есть, это даже не демонстрация, это генеральный технический прогон был. И он прошел абсолютно успешно, так скажем, с местным локальным фурором для тех людей, кто там присутствовал. То есть, это было закрытое, так скажем, мероприятие. Я там также присутствовал, Сергей Анатольевич, естественно, присутствовал. И потом уже сейчас мы видим в потоке действительно событий, посещение различными делегациями экотехнопарка, потому что, как было сказано в презентации, что мне очень нравится в этой презентации, рассказывается чистая и сущая правда о нашем проекте. Никакого отклонения нет, потому что выверенная достаточно презентация. И вот как раз-таки сжатая информация рассказана там. Ну, а для тех, кто только погружается в проект Skyway, дорогие друзья, я вот непосредственно для Алексея Игоревича и для других людей, которые, возможно, только присоединяются, только размышляют вообще инвестировать или не инвестировать. Может быть, это какой-то проект слишком долгосрочный, слишком далекого будущего. Нет, дорогие друзья, на сегодняшний день вы присоединяетесь уже к той стадии, что мы находимся на восьмом этапе. И те преимущества технологии, которые мы заявляли, мы декларировали и которые в брошюре указаны, они сейчас уже фактически демонстрируются в реальности. И более того, в конце февраля, в начале марта будет продемонстрирован городской пассажирский транспорт. Это Юнибус. Ну, а, соответственно, уже далее, ближе к лету, то есть ближе к нашему Экофесту, он пройдет в июне, то есть во второй половине июня, будет сертификация, которую все так ожидают. И, естественно, будет представлен уже грузовой транспорт. Грузовой транспорт не меньше, чем городской пассажирский. Ожидают многие серьезные крупные бизнесмены, с которыми мы общаемся. И это ответ на вопрос, откуда будут дивиденды, почему те активы, те обязательства международной компании Skyway, которые переуступаются компании с помощью юридической схемы. Кому-то покажется сложным, но это действительно так называется юридическая схема. Это конвертируемый займ. То есть через определенное количество лет вы можете сконвертировать либо в реальные акции, либо вернуть с небольшой доходностью свои сбережения. Но я думаю, что минимальное количество будет таких людей, потому что будет очевидная доходность у акций. Уже на тот момент очевидная котировка. Но на сегодняшний момент, да, я могу сказать, что это без рыночной котировки. Но тот интерес, который проявляется, дорогие друзья, он заслуживает внимания и действительно заставляет задуматься, не стоит ли приобретать, инвестировать, а на сколько, на какую сумму я буду инвестировать. И, пожалуйста, в чате, дорогие друзья, напишите. Я даже опросник сегодня не буду делать. Кто в месяц сколько инвестирует, кто не хочет отвечать, естественно, не отвечайте. Ну, я думаю, что даже среди русскоговорящего населения это примерно сумма как минимум 100 долларов. Ни много, ни мало нас уже инвестирует фактически 100 тысяч человек. Более 100 тысяч человек, то есть 121 тысяча, если быть точным, на декабрьские цифры. Более 700 тысяч зарегистрированы в проекте. И я могу сказать, дорогие друзья, что был тот момент, когда вот эти обязательства 100 единиц. И мы сейчас вот размышляем, думаем, как в Skyway Capital переименовать одно время в Skyway Invest Group. Мы с Сергеем Анатольевичем подсказали ввести именно понятие юнит. И юнит это созвучно с нашим проектом. Ну и фактически это единица. И сейчас, если называть вот именно обязательства международной корпорации Skyway, которые с помощью схемы конвертируемого займа и так далее, и так далее, как я сказал, это будет слишком сложно. Поэтому сейчас вот мы думаем над унифицированным термином, который обозначал бы наши активы. Потому что не всем понятно, дорогие друзья, сейчас схема народного финансирования, краудинвестинга в Европе. Тоже я не имею в виду количество наших многочисленных акционеров, уже совладельцев компании Skyway. А другие регуляторы, которые всячески нам стараются не то что мешать, но это их работа контролировать, регулировать и так далее. Что говорить о развитии проекта Skyway, я могу сказать, дорогие друзья, я много сравнений приводил, но багаж знаний стараюсь всегда пополнять. И на расширенном технико-экономическом вебинаре я дам очень такой мощный посыл в будущее, что касается наших юнибайков и что касается сейчас современной эры смартфонов и так далее, и тому подобное. Потому что меня действительно эта новость поразила, но это расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре. Пожалуйста, новички, кто присутствует, переходите. Будет много полезной и интересной, и актуальной, самая интересная и самая важная информация в жизни Skyway, ну и жизни высоких технологий, жизни технологий настоящего прорывных, технологий ближайшего будущего. Естественно, с наложением на проект Skyway, естественно, с вехой и стержнем инженерной технической школы Анатолия Эдуардовича Юницкого. Ну а сегодня прорыв и насколько мир изменился за предыдущие 10 лет, чтобы, так скажем, не ходить по одному и тому же пути, чтобы даже те, кто сегодня у нас не в первый раз, а в десятый присутствуют, было интересно послушать. Я приведу сравнение с цифровым телевидением. И меня поразило, дорогие друзья, что вообще вот тот формат HDTV, то есть high quality, соответственно, цифровое телевидение, то есть высокого качества, совместило английский и русский, оно развивалось, так скажем, через препоны, через препятствия. И то, с чем сталкивается сегодня наша технология, вначале сталкивалась. И вы видели, что вот австралийские регуляторы уже, в принципе, Road Hook Association, компания во главе с Road Hook, министром транспорта, развития инфраструктуры Южной Австралии, сейчас уже подготовили процесс, и это ближайшее будущее, дорогие друзья, это нас в этом году ожидает начало этого процесса, сертификация на территории Австралии, технологии Skyway. И это заставляет мировую общественность, научную, экономическую, всколыхнуться, потому что на территории Австралии не так просто, так скажем, сертифицировать технологию Skyway. Ну и я заговорил о цифровом телевидении. Ранее был стандарт телевидения, дорогие друзья, это квадратный экран, это развертка примерно 420, это намного меньше, чем миллион пикселей, сейчас это привычный стандартный формат, и наоборот мы начинаем плеваться, так скажем, в сторону, когда качество картинки у нас не очень. Но прорывной технологией это стало в США, как ни странно, была еще эта технология опробована в Японии. Кстати, вот такая интересная аналогия, в Японии у нас тоже есть и скоростные технологии транспорта, и в Китае, то есть в такой высокоинтеллектуальной Азии, высокопроизводительной Азии, так скажем. И несмотря на то, что мир качественно был закреплен на обычном аналоговом телевидении, появились энтузиасты, они объединились в команду, и был даже специальный совет сформирован, государственный в США, который 20 лет, дорогие друзья, если кому-то покажется 30 лет большой какой-то цифрой, более 30 лет развития технологии Skyway, то 20 лет внедряли цифровое телевидение HDTV на территории США. И многие говорили, что это не вовремя, что это не нужно, что широкоформатный формат, он абсолютно не будет интересен пользователю, зрителю, но как же они ошибались, и тут я могу провести параллель, дорогие друзья, с современной транспортной индустрией, и транспортная индустрия у нас далеко не объединена, в энергетическую, коммуникационную, информационную, а также даже социальную сеть, и сеть, которая действительно позволяет любому пользователю Transnet стать и занять то место в обществе, в социальном лифте, которое он желает занять. Это вот сейчас даже наша система краудинвестинга, даже наша система сети адресных проектов демонстрирует, потому что многие люди, и я в том числе, я начинал в качестве обычного рядового инвестора, то есть начинал чуть больше с 1000 долларов, инвестиция моя первая была, и действительно каждый может сейчас зарезервировать свое место, и очень интересный репортаж по Крыму, я включу в конце вводного вебинара, который действительно также является замечательной презентацией уже с точки зрения научной общественности, высшей научной общественности Крым, Крым, и Крыма, и, соответственно, это также является очень серьезной аргументацией. Так вот, дорогие друзья, несмотря на все препоны, препятствия, цифровое телевидение все же пробило, стены непонимания, стены технологического регресса, так скажем, и технологической обыденности, и действительно добилось своей цели, опередив японцев, которые создали HDTV, свое, но оно было не перспективное, и сейчас фактически каждая модель современного телевизора получает сигнал на различных частотах, частоты были сертифицированы, соответственно, урегулированы каждым государством, и это не кажется какой-то новинкой, но мне вот лично казалось, что это появилось 5 лет назад, так вот, более 20 лет, ну, фактически 23-25 лет внедрялось цифровое телевидение высокого качества. Наша технология, которая намного больше перспективы несет себе, чем просто цифровое телевидение, развивается более 39 лет, и фактически это скоро будет 40 лет, будем уже праздновать юбилей развития технологии, но не просто так праздновать, а уже с конкретными адресными проектами, с конкретными, еще более крупными завязками по тем странам, по которым сейчас ведется работа, и никому не покажется странным, и чем-то недосягаемым, что Skyway действительно становится недостающим звеном будущей мировой логистики, и вообще понятие транспортная логистика, но об этом повторимся, так скажем, на расширенном технико-экономическом вебинаре, потому что это очень важно. Но, дорогие друзья, все началось еще в далеких 70-х годах. В 88-м году на международной конференции по неракетной индустриализации ближнего космоса Анатолий Эдуардович представил еще более мощную концепцию, чем сейчас мы развиваем, и мы ее обязательно будем развивать, мы к ней вернемся. Я абсолютно в этом не сомневаюсь, что-то мне подсказывает, что все будет по планам и в этом направлении в том числе. И была представлена концепция общепланетного транспортного средства, то есть по всей длине экватора будет располагаться это сложное инженерное конструкторское сооружение, это высшее изобретение, так скажем, апогеи инженерно-технической школы Анатолия Эдуардовича Юницкого. И апогей для человечества в целом, дорогие друзья, потому что ни много ни мало общепланетное транспортное средство может даже лечить озоновые дыры, помимо того, что перемещение товаров, грузов в открытый космос и просто перемещение из космоса и в космос различных ресурсов примерно 1 доллар за килограмм будет. И это недостижимая на сегодняшний день цифра. И, соответственно, уже в нулевых годах, дорогие друзья, произошла определенная веха. То есть, естественно, развитие проекта Skyway упорно и бурно развивалось и до нулевых, но в нулевых, непосредственно в 2001 году был заложен нулевой километр в озерах, город Озер, и все это было про финансирование Лебедю Александру Ивановичу. И Лебедя Александр Иванович узнал о проекте Skyway, естественно, не без участия Сергея Анатольевича Сибирякова, с непосредственным участием этого на тот момент достаточно известного чиновника. И пройдя путь от чиновника до макроэкономиста, а сейчас уже Сергеем Анатольевичем мы позиционируемся как футурологи и, соответственно, уже ведем концепции на основе инженерно-технической школы Анатолия Эдуардовича Юницкого, каким будет будущее. Ну и, кстати, вот мнение насчет будущего в недавней поездке в Словакии Сергей Анатольевич озвучит, что оказывается уже люди, которые только-только познакомились со Skyway, которые не на слуху эти имена у россиян, соответственно, говорят, какое же это будущее, это уже ведь настоящее. И в тот момент, дорогие друзья, была продемонстрирована путевая структура. Это было второе поколение струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым была поддержана технология и пролоббирована, попытка была лоббирования технологии на Госсовете по инновациям в транспорте. Дмитрий Анатольевич Медведев на тот момент президент внимательно выслушал и сказал единственную фразу, которая, в принципе, служит примером дальнейшего развития технологии, что финансирование, если найдете, то, пожалуйста, стройте. И финансирование действительно не было на тот момент, и не выстроились очереди после демонстрации в озерах. Более того, неизвестными лицами по неустановленным причинам абсолютно этот тестовый участок был разрушен, и более того, так скажем, следы и основные артефакты озер были найдены, и о них мы расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Так вот скользь упоминали, но на Экофесте ждут интересные, так скажем, неожиданные события. И также, как существует такое понятие, если человек знает математику, логику, физику и так далее, он является не только лидером и научным гением именно технических материй и предметов, но и экономических в том числе. Анатолий Эдуардович Юницкий действительно это доказал, создав схему народного не просто краудфаундинга, как сегодня развивается и множество площадок, более 10 мировых площадок, но краудинвестинга, когда каждый человек может получить долю определенной компании, именно головной компании, которая будет входить во все адресные проекты по всему миру. Именно поэтому, дорогие друзья, сегодня уже более 700 тысяч людей зарегистрированы в проекте, то есть кто-то является совладельцем, потому что успел под эти сладкие условия выделен был опцион определенный с самого начала краудинвестинговой системы и позволял 100 единиц минимальный пакет обязательств давать просто так. Но это время безудержно и неумолимо ушло с развитием наших результатов, с развитием нашего проекта, поэтому на сегодняшний день, дорогие друзья, 100 единиц условных обязательств проекта международного Skyway, которые в будущем станут 100 акций, которые в будущем соответственно будут стоить либо 100 долларов, либо 50 долларов, либо 1000, либо 10 тысяч долларов. Покажет время, дорогие друзья. Но определенную стоимость весьма привлекательную для рынка, я думаю, что все это будет иметь. И вот допустим легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт, это сущая революция действительно в потреблении топлива, потому что 0,35 литров на 100 километров, дорогие друзья, это очень серьезная такая веха, вообще даже если сравнивать с сегодняшними малолитражками и так далее. И это электромобиль фактически, который будет перемещаться по путевой структуре до 150 километров в час. Полтора киловатта можно выработать просто покрутив педали с помощью фитнес-энергии. Ну и еще концепция энергетики была сформирована уже в декабре 2016 года, что технология Skyway, путевая структура и вся инфраструктура сможет не только потреблять энергию и сможет не только окупать проект, но и вырабатывать также энергию. И, дорогие друзья, естественно, не стоит обратить внимание на технологические характеристики буквально вскользь. Это аэродинамика, недостижимая на сегодняшний день аэродинамика и Bugatti Veyron. Это сравнение прошлых лет. Я сейчас предпочитаю сравнивать с Mercedes Coupé GLC, то есть там 0,25 коэффициент аэродинамического сопротивления. У нас же 0,04 как минимум коэффициент аэродинамического сопротивления. Это что касается вот подобных уже высокоскоростных исполнений транспортных модулей Skyway. И что касается допустим городского пассажирского транспорта, то это если не ошибаюсь в памяти своей, то это 0,1 с чем-то коэффициент аэродинамического сопротивления. Представьте на минутку икарус или маршрутку с высокой аэродинамикой. Это естественно на сегодняшний день абсолютно невозможно. И будет всем миром при внедрении технологии Skyway складываться огромная экономия топлива. То есть нефть естественно будет играть несколько другую роль на наш взгляд и немногие так скажем сферы смогут повлиять на данное направление и значительной экономии при строительстве вообще вот транспортных путей сообщения будут уже оптимизированы и направлены в другие средства производства и инвестиции всеми государствами мира. Например Китаем который планирует построить примерно 20 тысяч километров дорог новых высокоскоростных дорог это в белой карте отмечено в ближайшие соответственно 5 лет. Не забываем что высокоскоростные дороги по той технологии по которой строят Китай это огромный урон экологии и как бы они не спровоцировали на самом деле экологическую катастрофу у них у самих то есть в своих же пещерах как когда-то жарили мясо и разводили костры первобытные люди и потом соответственно человек догадался вынести костер из дома уже наружу но дорогие друзья самая высшая точка это естественно вынести нашу промышленность в открытый космос ближний космос и это как раз таки на что направлено общепланетное транспортное средство но все это замечательно и можно приводить множество аналогий дорогие друзья может сравнений с технологическим прогрессом все это замечательно накладывается на развитие технологии Skyway но не имело никакого бы смысла если бы не начато было бы и не получены были бы результаты те которые имеем по строительству реального тестового участка в Республике Беларусь город Марина Горка соответственно Минской области 29 июня июнь это веха такая первая это заключение договора по аренде земельного участка соответственно уже в начале сентября был вырыт первый котлован и поехала поехала действительно еще не транспортная сама система но строительство начало развиваться действительно стремительными оборотами и когда-то нас удивило 25 сентября модель 1 к 10 были различные так скажем оппонентов и пессимистов и наших недоброжелателей возгласы что почему же модель раскачивается чуть-чуть если это такая действительно предварительно напряженная конструкция струна все должно было быть вообще фактически статичном состоянии никаких раскачиваний не было но если это соответственно спроектировать на реальный ветер и переместить уже масштаб из 1 к 10 в 1 к 1 то это должен был быть ураганный порыв бокового причем ветра и соответственно естественно после такой аргументации все наши оппоненты молча продолжали нести свой флаг оппонента и сейчас у нас тролли также наблюдается частенько на вебинарах дорогие друзья мы к этому привыкли потому что наша технология непростая наш проект непростой схема финансирования еще более непростая и мы всегда говорим что это венчурный проект но несмотря на то что венчурный проект дорогие друзья вот в прошлом году зимой 19-20 января были установлены все опоры вот 19 мая уже начато параллельное строительство легкой прогулочной трассы соответственно в июне в июле уже было начато строительство грузовой трассы и так далее и тому подобное то есть сейчас фактически параллельно ведутся три направления это легкий прогулочный транспорт это городской пассажирский транспорт и это грузовой транспорт естественно и мы этого не скрываем дорогие друзья что максимальные затраты и максимальные инвестиции будут подразумевать высокоскоростной транспорт но это примерно как сравнивать первые самолеты братьев райт и действительно уже разработки боинга дальнемагистральной авиации и так далее и других авиакомпаний которые заняли в определенное время этот рынок но что самое замечательное дорогие друзья что действительно наша компания как истинная компания ниндзя инноваций она развивается с полной уверенностью с полной концепцией победить на этом рынке поэтому если 25 сентября 2015 года мы представили технологию Skyway в модели 1 к 10 то уже в сентябре и не просто на экотехнопарке а уже на инотрансе мы представили уже модель 1 к 1 на выставке инотранс где получены были многочисленные отзывы и один из самых посещаемых стендов наверное был на всей выставке наш стенд естественно благодаря в первую очередь всем нашим сподвижникам уже ближе соответственно к октябрю мы видели предподготовку и процесс монтажа ферм путевой структуры уже высокоскоростной и городской пассажирской трассы и уже в ноябре были натянуты струнные рельсы легкие прогулочные трассы и пронесся в первый раз действительно вот самое первое движение осуществимое на территории экотехнопарка это было соответственно в конце ноября 20 27 если не ошибаюсь ноября и уже 28 29 это действительно начались уже полноценные ходовые испытания и первые испытания с ноутбуком так как это система автоматизированного управления и пилот тут не требуется люди бежали за юнибайком но буквально на следующий день юнибайк сам поехал поехал вначале со скоростью 30 км в час потом со скоростью 45 а потом 50-60 он развил и уже после того в процессе подготовки сертификации когда струнные рельсы будут наполнены бетоном и в первую очередь там будут предварительно напряжены струнные струнные пучки стальные пучки извиняюсь и соответственно будет получена абсолютно устойчивая неразрывная неразрезная конструкция с максимальной гладкостью поверхности и действительно будет бесшумное движение и так было я скажу очень мало шума это отметили компания Oricon представители филиппинцы которые были на первом техническом прогоне и естественно наши австралийские коллеги то есть это Mary это естественно компания MBM которая когда-то уже в далеком так скажем в 2016 году в начале признала технологию одной из самых перспективных к внедрению и ни много ни мало это высшая консалтинговая организация которая имеет право делать такие технические экономические заключения вот в такой проект дорогие друзья мы вас не скрываем того приглашаем проект у нас развивается с помощью многоуровневой системы но без каких-либо затрат на рекламу и так далее и тому подобное и естественно это на мой взгляд революционная достаточно технология развития инновационных проектов и чуть попозже нас просто будут копировать дорогие друзья краудинвестинг это тоже инновация и это соответственно толкает к еще большему развитию на сегодняшний день проект Skyway ну а сейчас я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову это как я повторюсь более 16 лет владеющий вообще понятием технологии Skyway пониманием технологии Skyway это один из создателей термина Transnet ну и обо всем друзья как видно как слышно так тут у меня перископ не запускается так не в какую сейчас попробуем перезагрузить у нас же трансляция друзья идет и в комнате и в перископе вот по многочисленным проливам потому что перископ более простой по интернету транслируется и очень много людей которые которые следят за нашими вебинарами по перископу вот мы с Алексеем готовим уже сейчас целую программу будем постепенно переходить на фейсбук так что будем вас всех приглашать уже в фейсбук в трансляцию вот ну пока пока все-таки в перископе но он очень нестабильно работает интернет вот но друзья я тоже всегда с большим удовольствием смотрю вот эту вводную часть которую мы готовим и Алексей так ее представляет вот чтобы вы понимали это не скажем так наша какая-то прихоть из-за того что нам хочется рассказывать одно и то же или вот для того небольшого количества новичков которые приходят то есть я думаю что с февраля месяца мы резко-резко поменяем систему у нас новичков будет очень значительно на каждом вебинаре но здесь друзья идет очень важная сейчас отработка именно подачи материала и те слайды которые Алексей постоянно систематизирует и ту подачу которую мы отрабатываем она как раз именно направлена на то чтобы лаконично четко понятно доступно в информативной форме можно было давать материал и ради этого мы ведем вот эти вот вебинары для новичков не останавливая не объединяя это в один общий вебинар то есть мы только по экстренным случаям но как прошлой или позапрошлой неделе помните когда мы были оба в разъездах и либо кому-то одному приходилось вести значит объединяли водную часть и общую ну а когда есть возможность конечно всегда мы в штатном режиме друзья будем вроде так и вот это как раз систематизация материала именно для того как показывать что делать и здесь конечно Алексей уже с точки зрения презентации это все-таки большой опыт друзья и большая работа каждую неделю там утром в обед вечером по 4 вебинара в день вот как Алексей проводит это как раз ну такая очень серьезная работа по доведению информации но с другой стороны друзья это и очень серьезный опыт вот то есть если говорить потому как Алексей представлял материал сейчас секундочку друзья как Алексей представлял материал все пошла трансляция в интернете материал допустим 2 года назад или год назад то с сегодняшним подачей это конечно сравнить нельзя и как Алексей там у нас был такой период когда он вел по 8 вебинаров в день это конечно тоже очень существенно сказывается и друзья просто сегодня это большой опыт и для презентации сегодня уже для инвесторов для крупных инвесторов и для презентации чиновникам и крупным чиновникам и сейчас вы будете видеть то есть ту работу которую мы с вами друзья вместе делаем вот на наших вебинарах на наших конференциях это друзья подготовительная работа именно то есть наша задача сейчас довести информацию чтобы вы узнали о проекте чтобы вы для себя определились интересно не интересно чтобы вы четко представляли как доводить информацию мы это отрабатываем ну а дальше конечно друзья сейчас формирующаяся краудинвестинговая система она как раз позволяет развивать проект в той логике в которой он запустился 3 года назад на следующей неделе у нас друзья будет юбилей 1 февраля 2014 года мы с Анатолием Дашим провели первый вебинар по Skyway именно в той логике краудинвестингов в которой мы сегодня развиваемся сразу можно сказать что эти 3 года показали что это единственное правильное направление достигнуты очень серьезные результаты с научной с инженерной с технической точки зрения то есть сегодня технология выходит уже на демонстрацию во всех направлениях которое закладывалось в 2014 году даже появились новые направления такое как юнибайк оно в 2014 году было в отдаленной перспективе но по ходе работы Анатолием Дашим принял решение делать наоборот первым юнибайк потом городской лифт юнибусы сейчас уже делается целая линейка об этом мы поговорим в следующем в следующем часе вот а сейчас если подводить и говорить к чему мы подошли что сегодня доведение этой информации и многоуровневый маркетинг который мы применили то есть привлекая большое количество партнеров это единственное правильное решение по доведению информации и как Алексей уже озвучил цифру у нас более 125 тысяч инвесторов из 700 тысяч зарегистрированных те кто пришел но еще думает из 146 стран мира ну наверное со всех континентов мы с вами поставили цель к середине года к экофесту вплотную приблизиться к цифре 193 страны потому что столько зарегистрировано в ООН а вообще из 213 стран я думаю что почему бы каждая страна не была представлена в проекте Skyway активно конечно сейчас работа идет в Восточной Европе частно Словакия Чехия Венгрия Польша это где мы сейчас проводим и презентации и конференции и они значительно как бы растут и это инвесторы все таки это европейская культура инвестирования но в то же время у них есть определенное отношение к русскому и к русским изобретателям и к России поэтому у нас контакт очень такой плотный мы долго отработали в Германии скажем так она только медленно еще медленнее развивается но сейчас вот буквально неделю две Алексей летит уже по Францию в Париж Италия подключается Испания то есть это такие уже традиционные европейские столпы экономики которые начинают следить смотреть и сегодня то что мы создаем та доказательная база она уже является достаточной чтобы принимались решения и мы повторяем и особенно нашим западным инвесторам мы никого не обманываем ничего не скрываем что это высокорисковый венчурный технологический проект это прорыв в области инноваций именно транспортных и вообще коммуникаций будущего что мы создаем ядро шестого технологического уклада но друзья как раз тот кто понимает как формируется как капитализируется интеллектуальная собственность как формируется капитализация компаний именно основанных на инженерных и прорывных инвестиционных технологиях они конечно следят за нами с очень большим интересом и экзамен который мы сдали и лично Юницкий я считаю на отлично сдал это был и на Трансберлин когда была первая презентация потом начало первой демонстрации но сейчас друзья это уже переходит в плановый режим когда задача экотехнопарка это постоянно переводить декларацию в демонстрацию то есть декларируемые возможности технологии они все больше и больше переводятся в демонстрацию так вот друзья мы сейчас полными такими очень быстрыми темпами идем по расширению нашей краудинвестинговой системы то есть которая все больше и больше берет на себя обязательств именно по обеспечению финансовыми ресурсами проекта по подвлечению именно инвесторов именно партнеров проекта как вы видели за 16-й год активно развивалась и расширялась именно сама территория экотехнопарка она по разным логикам то есть 39 гектар было предоставлено именно под технологически испытательную площадку еще там порядка 100 гектар 100 с чем-то гектар уже было отведено именно под сельхоз проект Юницкого уже как фермера 21 века как скайфермерство вот еще ряд земель отведено под другие проекты в общей сложности сегодня экотехнопарк это уже около я даже помню чуть больше 200 гектар общая территория и сейчас активно ведутся переговоры уже идут все согласования по тому чтобы продлять на 16 километров участок именно по которому пройдет сейчас мы строим первый километр разгонный который пройдет потом дальше на 16 километров который позволит выйти на скорости уже 300 400 и 500 километров в час вот и я думаю что в течение где-то полугода эта работа будет проделана согласование по ведомствам идет и несмотря на те сложности которые нам чинят наши противники и которые возникают этот вопрос будет решаться тем более что решение этого вопроса находится в ведении президента Лукашенко президента Белоруссии и что-то мне подсказывает как любит говорить Алексей Спадоев что мы найдем аргументы указывающие на то чтобы президент Белоруссии принял решение именно об отделении этой земли и продлении до необходимой длины чтобы дать соответствующие скорости вот поэтому друзья сейчас работа которую мы с вами активно ведем и частью работы которые являются наши вебинары об основании показаний самой технологии что такое краудинвестинг как работает именно наша система юридического и финансового обеспечения пенчурного проекта мы показываем какое идет развитие какие перспективы естественно друзья вы никогда от нас с Алексеем во всяком случае не услышите когда говорят а какие будут дивиденды а сколько будет а сколько это капитализируется друзья все эти вопросы ответит только время и рынок мы создаем систему и если бы 30 лет назад у Джобса спросили а вы гарантируете нам что рост ваших акций будет 4 с половиной тысячи раз он бы сказал да ребят вы идиоты вот то же самое с Майкрософтом поэтому друзья мы проводим экономический анализ макро экономический прогноз мы проводим аналогии с другими технологиями но как и что капитализируется венчурный проект сегодня сказать невозможно единственное что мы можем гарантировать и это действительно то что зависит от инженера Юницкого от команды конструкторов от команды топ менеджеров которые работают в проекте от каждого кто подключается в проект это о том что по мере развития технологии интерес к ней все будет больше и больше возрастать а по мере соответственно увеличения интереса спрос на те обязательства которые выдает сегодня компания они будут увеличиваться и капитализация интеллектуальной собственности которая сегодня оценена там порядка 400 миллиардов долларов это тоже та заниженная цифра которая со временем будет расти с точки зрения общей капитализации при применении технологии Skyway которая будет по мере развития трансмета на земле и все это мы увидим в этом году как Алексей тоже уже упоминал что первая юридическая схема сегодня отработана довольно таки точно вот она защищает полностью партнера инвестора который приходит в проект для того чтобы он был юридически нанесен в реестр эта задача выполнена ну а дальше друзья это наша совместная работа чтобы этот венчурный проект превратился в реальный инновационный и инвестиционный все для этого делается мы каждый день ведем переговоры с различного рода инвесторами группами то есть практически сейчас уже выходим на режим что каждую неделю мы бываем уже в Минске в экотехнопарке с определенной группой инвесторов постоянно идут встречи здесь в Москве за рубежом потому что уже демонстрация идет и по мере тех специалистов которые видят уже перспективу они все более и более активно уже интересуются входом в технологию в проект и вот это вот то что мы сейчас год с Алексеем сделали вот эту отлаженную выверенную демонстрацию скажем так презентацию технологии это как раз отработка того чтобы на все вопросы можно было четко лаконично и профессионально отмечать и я думаю что после тех презентаций которые сейчас делает Алексей ну и там мои небольшие такие дополнения и комментарии я думаю что у мало у кого остается вопросов реальная технология нереальная как она будет развиваться и что сделано за предыдущее время другое дело что конечно всегда будет много вопросов и мы к сожалению общаемся с большим количеством людей которые работают уже против технологии не потому что она им не нравится а потому что их нанимают для этого потому что у них есть личная неприязнь я вот на прошлой неделе общался с одним засранцем засланцем не буду называть сейчас имени фамилии он скоро всплывет вы его все увидите так сказать то есть активный активный такой борец со Скайвеем так вот после общения когда я вам показал цифры факты ролики и он признал что да технология существует да развиваете но знаете что он сказал а мне плевать есть у вас технологии или нет я вас как мочил так и буду мочить и я говорю потому что тебе за это платят но здесь он не ответил дальше платят ему за это или нет но как бы весь вопрос о том что мы всегда будем работать против это друзья тоже нормальный процесс это тоже характеризует тот элемент развития к которому мы сейчас подошли вот поэтому давайте с еще более такой емкой аргументации в пользу проекта мы начнем со следующей части вот поэтому друзья на сегодняшний момент я могу сказать что я буквально на выходных вернулся из Минска до этого была большая командировка по Европе вот у юницкого как инженера у юницкого как генерального конструктора настрой очень серьезный очень боевой все ведущие специалисты работают просто с максимальной отдачей темпы развития идут очень-очень серьезные уже производство которое сегодня уже находится непосредственно в собственности Skyway оно сегодня активнейшим образом развивается и сегодня я думаю что к экофесту или там уже к осени мы реально увидим серьезное производство которое может выпускать десятки тысяч электромашин подготовлено и сделано непосредственно с нашим участием поэтому друзья кто только подсоединился то есть я могу сказать что вы попали очень серьезную мощную команду которая работает серьезной целенаправленно несмотря ни на что вот и через неделю трехлетний юбилей именно начало эфирной работы мы продемонстрировали начнем и я думаю что очень хорошо отметим именно в нашем эфире это непростая работа потому что вот я когда в Риге проводил на прошлой неделе конференцию были люди которые с нами с 14 года с первого вот и я задал вопрос в зал я говорю друзья вот то что я сейчас говорю с точки зрения описания технологии ведь согласитесь это то же самое что было 3 года назад ни одного нового слова но что добавилось добавилась та часть которая была которая характеризуется как было стало было так стало так и здесь как раз друзья никто не может упрекнуть юницкого никто не может упрекнуть команду никто не может упрекнуть нас кто доносит информацию о том что мы говорили или делаем или правда или кого-то обманываем другое дело что сейчас начинают нам говорить вы обещаете капитализацию вы обещаете дивиденды вы обещаете всех сделать миллионером нет друзья Это тоже вранье. Тот, кто делает это, мешает проекту. Мы говорим, что это будет результат запуска технологий. Когда технология будет развиваться, когда технология будет продаваться, когда будут заказы, тогда будет и капитализация интеллектуальной собственности, и расчет на дивиденды, и тогда прибыль венчурная, тот, кто инвестировал. До сегодняшнего дня, друзья, мы с вами инвестируем в венчурный проект. И за это компания нам выдает венчурную премию капитализации, на что должно направлено быть технологией. И здесь, друзья, опять же, я уже от себя могу добавить, ни от кого другого, что по мере того, как я вижу, растет интерес к технологии, у меня есть четкая уверенность, что спрос на эти обязательства в недалеком будущем уже будет очень-очень серьезный и высокий. Так, друзья, как всегда, у нас небольшой перерыв, там на 3-5 минут за это время мы ставим наиболее такие интересные новости, которые дают уже заход на следующий вебинар, который надо корректировать. Поэтому, друзья, чай, кофе, пауза, смотрим основные сегодня репортажи, которые идут с Экотехнопарка, и, соответственно, буквально через 5 минут продолжаем работу. А, да, традиционная фраза. Те, кто информации достаточно, мы с вами, друзья, прощаемся, встретимся уже потом в юнибайках, в юнибусах. Вот, с остальными переходим в следующую часть. Еще один очень важный момент, я это говорил, сейчас буду чаще повторять, потому что не все понимают эту фразу. Друзья, за 10-15 лет мир изменился радикально. Кто мне будет утверждать обратное, не поверю. Не буду сейчас приводить примеры. Так вот, привыкните к мысли, что в ближайшие 10-15 лет мир изменится еще более радикально. Вы не знаете как, а мы знаем. И вот на это нам... Вот проблема с воздухом, да, ведь у нас такая загазованность, такое количество транспортов в последнее время появилось на наших дорогах. И мы все страдаем, и это действительно экологическая проблема. Это и социальная, и транспортная, и это все в том числе. Есть вообще какие-то вот разработки, и как это можно преодолеть? Есть, есть, есть. Вот сегодня и наша общественная палата, и Российский народный фронт, и общественная организация Академии НОК занимаются этой темой. Недавно было большое совещание общественной палаты. ИОФ Рерий Адольфович организовал, и докладывает и мэр нашего города Геннадий Бахарев, и другие специалисты, что город забит, дышать не... Ну, предложения какие? Кольца там где-то добавить, светофоры добавить, какие-то меридиональные... Ну, понятно, развязки. Это все. Но мы же видим, что не решит эта проблема, тем более наша Симферополь, с зажатыми узких улицах и так далее. Возникла очень интересная идея, она сегодня обсуждается во всем мире. Это Skyway, это струнный транспорт. И специалисты, разработчики, они любят Крым, из Минска прибыли к нам и доложили это, и на общественной палате, и доложили нашему главе республики Сергею Валерьевичу о том, что есть такое решение. Сегодня они провели выставки в Минске, в Москве, вот в Берлине, и сегодня идет аттестация этого транспорта струнного, который позволит и между городами носиться с большой скоростью, и в городах, и грузы перевозить и так далее. Очень амбициозный проект Краснодар. То есть это быстро, экологически чисто, не на топливе работает? Не на топливе, это электроэнергия. Электроэнергия, аккумуляторы, которые могут заряжаться от солнечной энергии, от какой угодно. Главное, что настолько все продумано, что небольшими усилиями по струнам транспорт может бежать между городами со скоростью 400-500 километров, в городах 100-120, ну а уже там, где надо, можно и поменьше. И вот что самое важное, генеральный директор и конструктор Юницкий Анатолий Эдуардович, он любит Крым, ну и не могу, так сказать, не рассказать о некоторых преференциях крымчан перед другими регионами. Потому что сегодня там... И в чем же они? А в чем они? Дело в том, что у него любимая теща живет в Новофедоровке. О, ты серьезно? Вот. И его дети любят отдыхать здесь, в Крыму, да. И его супруга наша, крымчанка, и поэтому у них есть вот такая... У Новофедоровки есть большая преференция, что с нее начнется, да? Делать струнный транспорт, начать в СНГ, прежде всего, с Крыма, миллионы туристов, красивый транспорт, современный транспорт, учащийся курортом от аэропорта и так далее. Это действительно голубая мечта, почему называется Skyway, это небесные дороги. Вложил он в это много сил, средств, но сегодня проект финансируется народом планеты Земля, потому что выпустили акции, и сегодня 500 тысяч акционеров всего мира. От Латинской Америки, Австралии, Африки, Европы прежде всего. Но и крымчане, и Севастополь остались не в стороне. Сегодня более двух тысяч инвесторов крымских, которые вложили, кто скромно там 100 тысяч рублей или 50, а кто-то из 100 тысяч долларов. Здесь и такие. Поэтому проект очень интересный, поэтому если мы создадим соответствующую здесь, ну такую ауру поддержки, моральной, административной и так далее, Ну надо дать должное, что вот Сергей Валерьевич, после того, как доложили эту тему ему, буквально дал поручение, вот мне, как президенту Крымской академии наук, съездить в Минск, увидеть этот полигон, побывать в этом технопарке. И я все это увидел, и конечно доложил о том, что это действительно не просто там... Стоит того. Стоит того. И потому что там уже сегодня вот Индия приехала с большой делегацией во главе с первым замом министра транспорта. Нам надо это все делать. Турция, 10 городов, мэр городов, нам надо это делать, потому что все города в мире задыхаются от транспорта. Совершенно верно. Есть решение. 12 января в зале заседания Горисполкома состоялся круглый стол по вопросу развития района Подниколье. Здесь присутствовали многие заинтересованные лица, в том числе руководство Горисполкома, экологи, историки, представители общественных организаций и церкви. Подробности в нашем сюжете. На состоявшемся круглом столе было высказано много предложений. В том числе была поднятая тема создания парка между Свято-Никольским монастырем и восстанавливаемой Покровской церковью. Здесь предложено разместить декоративные украшения, фигуры, образующие как следствие фотозоны и другие элементы благоустройства. В ходе встречи также были исключены из генерального плана строительства торгового центра и фестивальной площадки. Кроме того, вынесены на обсуждение были неожиданные, но очень интересные и необычные предложения. Представители общества с ограниченной ответственностью Билтранснет выступили с планом строительства транспортно-инфраструктурной отрасли инновационного транспорта Skyway в Могилеве. Есть концепция строительства этой трассы под площадью Аджоникидзе на улицу Фатина, туда в район торгового центра Аплас. И с строительством промежуточной станции как раз в этой зоне отдыха, которая вписывается для посещения гражданам этой зоны отдыха, как для отдыха, так и для прихожан или посетителей монастыря. По словам выступающих, внедрение такого транспорта принесет немало выгоды не только обществу, но и городу в целом. Кроме того, люди, которым в силу каких-либо особенностей здоровья сложно попасть в некоторые части города, смогут без труда посетить исторические места Могилева, в том числе и Подниколье. На данный момент генплан согласован практически со всеми министерствами и в течение двух-трех месяцев может быть утвержден окончательно. Но, кроме всего прочего, отметили участники круглого стола, нужно, чтобы в нем как можно гармоничнее сочетались зоны интересов, которые затрагивают обустройство района Подниколье. Однако в том, что здесь будет располагаться именно парковая зона, договоренность уже достигнута. Продолжение следует...